В пятницу, когда мы проводили съемки в Центральном парке, помогать работникам ЖКЦ пришли ЧАЭСники. Третья смена. Весь парк в небольших горках старой листвы и мусора. Когда мы подошли, участники уборки уже грузили листья в машины. Оторвав их от дел насущных, поговорили, что тот, кто ходит на субботники, никогда не мусорит сам. Конечно, всегда соблюдаем чистоту, даже детей приучаем. Каждую бумажку надо в мусорку вынести. Это может быть делать субботник среди детей, потому что они основные мусорщики? Да нет, дети они вырастут, у них будет культура. А у нас взрослые бескультурные. Где отдыхают, там и гадят. Я так понимаю, гадят как раз те, кто не принимает участие в субботниках. Абсолютно верно. Я такого же мнения полностью поддерживаю. Но еще бы к деревьям это касалось, чтобы они не мусорили чуть-чуть. Вот этот человек, выезжая на рыбалку, говорит, сейчас я займусь своим любимым делом. Достает мешок и пошел собирать мусор, который не он привез, но который валяется. И это больше, даже чем рыбалка у него удовольствия. Может быть, он тут червей ищет? Это было бы неплохо. Самая пыльная работа у принимающих мусор на машине. Явно сегодня у них будет банный день. Продолжили дискуссии о том, кто больше мусорит в городе. Как с детства воспитывали, так и ехать. То есть ничего не поменялось. Общались мы и со специалистом по благоустройству Тамарой Михайловной, рассказавшей нам, что всего в уборке города задействовано 8 единиц дорожной техники. На начало апреля уже вывезено 50 тонн песка. Тамара Михайловна надеется, что в течение апреля удастся убрать весь город и даже сделают уборку в ближайших лесопосадках. Все зависит от добровольных помощников, участников субботников. Наши работники благоустрой убирают каждый день. Каждый день. Каждый день. Я так понимаю, работники ЧАЭС? Да, работники ЧАЭС. Ну вот сейчас мы немножечко парк уберем и на следующей неделе уже выходим в лес, в рекреационную зону, будем там убирать. Вот, чтобы с целью улучшения природной окружающей среды. Эта зима, вот, после таяния снега, уборки снега всплыло очень много негативных. На тротуарах, на газонах окурков очень много. Ага, курильщиков. Да, курильщиков, да. Вот в Беларуси 9-й было очень много окурков. В Московске 2-й, в Таллинске 5-й общежитие вот эти вот. В 8-й Таллинске. Да, мы у всех не перечислишь. На дружбе народов очень много окурков было. То есть, курильщикам надо предупредить, что оно вроде как на снегу не видно, а весной... Да, да, да. Ну, да, очень жаль, конечно, что так вот относятся. Тем более, возле урны всегда вычищались места. Урны у нас в снегу не были, всегда проходы все были очищены. Да, все было хорошо. Но, знаете, как, получается, что, ну, да, как говорите, бросил снег, никто не видит. Летом, весной все... А весной там получается такая куча... Да, надо беречь свой город, чистоту. Ну, ведь приятно же всем идти по городу, смотреть, как чисто по тротуарам, по газонам, все вокруг. Ну, именно дейцы. А Жаболь Николай говорил о том, что поставят кольца для мусора в лесу. Значит, кольца, да, поставили 6 колец в рекреационной зоне. Там, где большее скопление, в Белгородском квартале, да, поставили. Ну, как у нас называют, Одесский квартал, там поставили больше 2 кольца. Да, поставили за церковью, за остановкой, там тоже на северной стоянке поставили. Осталось поставим в Добрынском, Чернявском кольца, остались вот поставим еще туда. Потому что было осенью уже холодно и машины застревали. Не, ну, в любом случае, надо объяснить, наверное, людям, что это кольца, они не просто так, а туда можно складывать мусор. Да, туда можно складывать мусор, да. Мы обходим постоянно эти территории, смотрим по заполняемости этих колец и тогда вывозим, да. Ну, в любом случае, это получается удобнее и красивее. Да, вот сейчас будут свободники в рекреационной зоне, и как раз мы там все это будем наводить в порядок. Хотелось бы обратиться к жителям. Просьба. У нас в четверг киевский коттеджи вывозной день. Один раз в неделю, по всем кварталам, по всем раз в неделю вывозят мусор. Крупногабаритный. Мусор, да. Пожалуйста, старайтесь в среду вечером, если у вас какой-то мусор, ветки, выносить их в среду. Потому что в четверг забрали все с утра, а после обеда уже мусор выносят. Большие ветки. Если вы режете ветки, свое обрезание деревьев, режьте их на мелкие хотя бы части, потому что большими ветками выбрасывают. Платят жители, платят всего 10-15% где-то от стоимости на человека крупногабаритного. Но это... А выносят очень большие унитазы, строительство делают. Ну, пожалуйста, просьба выносить на тот момент, когда будет машина. Понимаете, стоят эти контейнера, они вообще стоят не по правилам, эти контейнера. Они должны стоять внутри квартала, да. Мы пошли на уступки, чтобы не стояли под окнами внутри квартала. Эти контейнера выставили на окружную. А получается, что сделали хуже себе. Все налицо. Ну, если будут такие какие-то нарушения, то тогда будем ставить середину под окна, как положено, по схеме. Понятно. Будет им хорошо. Не вредите сами себе, господа Академия. Да. Спасибо всем, кто помогает в уборке города. Еще одно наблюдение. Чисто не там, где убирают, но и там, где не сорят. Согласны, словучане? Чистый и ухоженный город радует глаз и повышает настроение. В общем, все зависит от нас с вами.